Мы сейчас с вами будем обсуждать вопросы, которые запрещены к обсуждению в российских средствах массовой информации. И в процессе беседы будет понятно почему. Российская Федерация с 1991 года не имеет суверенитета, как и Украина, и Таджикистан, и все основные территории бывшего Советского Союза. Это вызвано, вообще-то говоря, историческим процессом, потому что это, к сожалению, исторический прагматизм. Но мы вели войну с Соединенными Штатами Америки с 1945 по 1991 год. Это по официальным данным самих Соединенных Штатов. Потому что мы-то считаем, что эта волна пошла с фунтонской речи, а США считают, что с 1945 года официально. Эту войну проиграли в результате специальной операции под названием Горбачев. Это мы подробно обсудим. В результате проигрыша в войне автоматически получили потерю суверенитета и частичную внешнюю оккупацию страны. Потому что страна — это Советский Союз, разбита на 15 частей управления, некоторые из которых даже имеют воинские контингенты. Например, Прибалтика, в Грузии есть войска и так далее, оккупанта, то есть внешняя система управления. Это историческое событие, которое происходит с любой страной, которая проиграла войну. И если это не мешает этому третьей страны, попадает в зависимость. Мало того, мы попали в эксплуатируемую зависимость, а это называется статус колонии. То есть не просто зависимость вассальная, а мы еще обслуживаем страну победителя, выплачивая ей дань, поставляя туда ресурсы, поставляя туда ученых, детей, специалистов и многие-многие другие моменты, выполняя уже как колониальный статус. Это, еще раз говорю, исторически таков реализм. Проиграл войну — потерял суверенитет. Теперь что конкретно мы понимаем под отсутствием суверенитета? Первое. Россия платит дань. Как осуществляется выплата дани? В Соединенные Штаты Америки эта технология отработана была Англией, но еще и на индийской колонии. Технология так называемых центральных банков, не подчиненных национальным властям. Для того, чтобы не собирать дань посылкой солдат в Индии, англичане отработали технологию сбора дань через центральный банк. Как это работает в Российской Федерации? На Украине и в других частях СССР везде одинаково. Центральные банки не подчиняются правительству, выпускают национальные так называемые валюты, в данном случае рубль, которые никакого отношения к российской экономике не имеют, вообще никакого. Если мы возьмем, например, российский рубль, посмотрим на него, то здесь нету никаких даже записей о том, что эта бумажка как-то связана с российским государством. Тут есть запись, что этот документ выпускает учреждение под названием «Банк России», у которого российское только название, «Банк России». Просто он находится на территории Российской Федерации. Даже герб, который вы каждый можете посмотреть на своей бумажке, не российский. Это герб, как в Центральном банке говорят, это наш герб Центрального банка. И он абсолютно такой же, как был герб временного правительства в 17-м году, Керенского. По какой-то причине, не знаю уж по какой. Дальше происходит следующее. Центральный банк наш, выпустив рубли, покупает на них доллары, евро и фунты стерлингов на бирже валютной. Автоматически, как только он купил этот рубль на бирже, этот доллар или евро или фунт, эта валюта подлежит стерилизации в так называемых международных резервах. Почему стерилизации? Потому что по конституции и законодательствам взять из этих резервов деньги нельзя, кроме как на поддержание курса рубля. Но на поддержание курса рубля, это страховая часть резервов. Она составляет не более 10, в критической ситуации 20%. Все остальное является стерилизация денежной массы, в данном случае долларов и евро. Что это означает? Как только Центральный банк купил этот доллар, направил его в международный резерв, который тоже находится, кстати, в США, произошло его списание с мировой экономического баланса. И на автоматически Федеральная резервная система, США, например, выпустила такой же доллар, новый, абсолютно ничем не обеспеченный, который потом наш Центральный банк опять скупил и опять стерилизовал. Но при этом, когда он это скупает, он выпускает реальные рубли, за которые производится реальная продукция. Ну, например, нефть, газ, природные ресурсы, оборудование, станки. И эта продукция экспортируется. И вот этот доллар, который он изъял из экономического ворота, купил, он был получен в результате продажи реальных ресурсов. То есть сам доллар пустая бумажка, а ресурсы, на которые он был обменен, абсолютно реальные, и полномасштабные, полновесные, полнокровные, то, что называется. Дальше происходит следующее. Как только ФРС заметила, что из мирового баланса долларов исчез этот доллар, купленный Российским Центральным банком или Украинским, например, автоматически они выпускают новый доллар, но по соглашению с правительством Соединенных Штатов произошло наполнение этим долларом американского бюджета. То есть что случилось? Наш Центральный банк купил доллар, и этот доллар тут же попал в американский бюджет и дальше был направлен американским законодательством на социальные программы бюджета Соединенных Штатов Америки. Это первый механизм прямой выплаты дани. Он составляет, объемы его составляют, в некоторых случаях, до миллиардов долларов в день, приблизительно объем этих выплат. Есть другие механизмы, которые с ним связаны. Механизмы так называемых национальных элит и национального бизнеса. России как колонии запрещено иметь национальный бизнес. Что это означает? Это означает, что в России нет ни одного крупного предпринимателя. Например, возьмите список Forbes из предпринимателей с российскими паспортами. Там 101 человек. Они все являются иностранными предпринимателями. Хотя у них могут быть российские фамилии, и даже у части из них есть российское гражданство. Даже может быть у большинства. Но обычно наряду с гражданствами других стран. Но это иностранные предприниматели. Например, возьмем мы Дерибаску. Он гибралтарский предприниматель, владеющий, как гибралтарский предприниматель, заводами в Сибири и русалами большим количеством предприятий в России. Но при этом это предприятие принадлежит иностранной компании, возможным владельцам, потому что нет документов, подтверждающихся, которые являются, в данном случае, Дерибаска. И это касается всех 101 предпринимателей списка Forbes. И вообще-то это касается тысяч предпринимателей крупных, которые, может быть, и в список Forbes не попали. Но они все равно обязаны работать по этой технологии. То есть они обязаны уехать за рубеж. И тогда только из зарубежной юрисдикции они могут управлять российским имуществом и заниматься в России бизнесом. То есть Россия, как колония, запрещена иметь национальный, крупный и часть среднего бизнеса. Просто это абсолютно жесткий запрет. Но поскольку этот бизнес существует, он просто на иностранной юрисдикции, он собирает в России прибыль, ведет коммерческую и хозяйственную деятельность. И объемы средств, которые он получает от этой деятельности, по американским официальным оценкам, можно посмотреть их, оценки, опубликованные месяца два назад, составляют где-то 500 миллиардов долларов в год. Вот. Эти все 500 миллиардов направлены в иностранные компании, как владельцы российского бизнеса. И, следовательно, это тоже можно вполне отнести к технологии данной. Соответственно, добавьте еще где-то миллиард долларов в день с небольшим вот на эту технологию. То есть уже возникает где-то мы приходим под 2 миллиарда в день выплаты данной. К этому добавьте, России запрещено иметь национальный инвестиционный механизм. Что это означает? Например, если мы возьмем Германию, Францию, Италию, ну, европейские страны, Америку возьмем, Японию, у них существует право на национальный инвестиционный механизм. Это значит, что они, выпуская национальную валюту, ну, например, Евро, Европейский центральный банк, в котором делегировано это право всеми странами Евросоюза, выпускают национальную валюту, в данном случае, Евро. Он эту валюту направляет не на покупку иностранной валюты, как мы, на бирже, а направляет на инвестиции через национальную банковскую систему. В данном случае, систему банков Европейского Союза. Что это значит? Это значит, что те деньги, которые имитирует Европейский центральный банк, в масштабах всей Европы, это большие деньги, все направлены в банковскую систему и дальше банковская система их направляет в экономику, в промышленность, в качестве инвестиций и инвестиционного механизма. Об этом, в том числе, наш президент подробно говорил в послании. И, соответственно, Европейский банк может обеспечить кредитование национальных банков европейских под ставку 0,5%, то есть полпроцента. Американцы критикуют свою экономику ФРС под 0,25%, японцы кредитуют свою экономику под 0%, а дальше уже национальная банковская система эти деньги направляет на инвестиции, просто кредитуя промышленность, экономику своих стран, и в том числе и других стран, имею в виду и Россию. То есть технологически мы вообще не имеем права строить наши предприятия, кроме небольшого процента, так называемого, ручного управления через Госбанки, но он составляет процентов 10, не больше, мы не имеем права вообще строить на российском земле заводы и предприятия без иностранного кредитования. Это тоже условие, которое характерно только для колоний и только для стран-вассалов, и этого условия для суверенных стран не существует, для России оно существует. Совокупно этот механизм является, во-первых, тоже сборщиком дани, потому что мы направляем денег за рубеж, оттуда нас кредитуют, под проценты получают за это деньги. Но кроме того, это фильтр. Этот фильтр, по нашим расчетам, означает, что в России строится предприятие раза в 4 меньше, чем могло бы строиться, если бы эти деньги были напрямую направлены, например, как в Европе, на иностранное инвестирование. То есть через российскую систему банков, как это делает европейская, или американская, или японская, или английская, или все остальные системы, или китайская, например. Вот это тоже существенное отличие в плане суверенитета Российской Федерации, связанное с выплатой дани и с ограничениями развития. Если мы по совокупности посмотрим экономику страны, мы увидим, что коэффициент нашего суверенитета таков в силу запрета на национальные бизнесы, элиты, в силу запрета на национальный механизм инвестиций, в силу запрета на национальную валюту, потому что рубль привязан напрямую к доллару, и к России вообще нигде никаких показателей не имеет, в силу того, что российский центральный банк не имеет права поддерживать национальную экономику, по законам и конституции, а, например, европейский или американская ФРС обязаны поддерживать национальную экономику. Вот совокупность вот этих указаний, запретов, ограничений, в том числе конституционного характера, приводит к тому, что наша экономика работает 24 раза хуже, чем она могла бы работать, если бы у нас был статус суверенитета, например, как во Франции или как в Германии. Соответственно, 24 раза это очень существенно, это означает, что мы бы могли жить раза в 2-3 лучше, чем, например, французы или немцы, и, кроме того, поднять Сибирь и решить многие стратегические задачи, потому что коэффициент 24, в нем мы погружены и уровень жизни, потому что жизнь основана на экономике страны, и инвестиционные механизмы, и логистика, и многие-многие другие, и культура, что очень важно, потому что Россия традиционно страна культуры, это ее сильная сторона исторически. А на все это не хватает, попросту говоря, денег, потому что эти деньги отправляются напрямую, как данники, направляются напрямую победителям 91-го года, то есть внешней системе управления, то есть фактически оккупантам и Соединенные Штаты, и их союзники. Это вот в сфере экономической. Точно так работают и остальные сферы. Посмотрите, как работает, например, культурная сфера. Задача, которая стоит перед Министерством образования России, и которую колонизаторы поставили вообще перед Россией, обеспечивать победителя, то есть Соединенные Штаты, нашими трудовыми и научными ресурсами. Я хотел бы сказать, что Россия находится в оккупации, в потере суверенитета не первый раз. По-крупному это шестой. И всегда оккупант ставил такого рода задачи. Ну, например, не секрет, что гитлеровская Германия вывозила с оккупированной территории СССР так называемые трудовые ресурсы. Вывезла 4,5 миллиона человек. Так вот, Соединенные Штаты с союзниками сумели вывезти за эти 20 лет, ну, как минимум раз в 7-10 больше, чем гитлеровская Германия. Хотя Германия вывозила методами силовыми, гестапо и так далее, а американцы вывозят методами контрастов. То есть они создают у себя нормальные условия, рабочие места, а в России, наоборот, через систему власти, через систему оккупационного управления снижают возможности для людей, и люди как бы принимают решение выехать. Плюс мощным образом работает американская пропаганда оккупационная. И это второй момент, который связан с культурой. Потому что мы видим, например, что российское средство массовой информации с утра до вечера занимается, первое, враньем. Сейчас мы обсудим конкретные факты. Процентов на 80, на 90 это либо вранье, либо извращение правды. Очень существенное. Во всех информационных передачах. Кроме того, задача российского телевидения как бы загнать российский народ, жителей России, в состояние такого беспросветного восприятия своего государства. То есть фактически в туземное состояние. Вот как-то наши предки сумели за тысячу лет создать самое большое в мире государство. К 17-му году. А теперь вроде бы нам все телевидение объясняет в совокупности своих действий, что мы туземцы, мы вообще не способны самоуправляться. И нам нужно, чтобы обязательно приехал белый господин из Вашингтона, который вот расскажет, как нам жить и будет нами управлять. Это именно политическая система пропаганды, которая работает в оккупационном механизме. Она также работала и на оккупированной территории, именно Гитлеровской Германии. И до этого, во все времена оккупации, этот механизм работал. И в 1612 году. Это именно пропаганда победителя, которая, конечно, профессионально промывает мозги. Я вот сегодня перед нашей съемкой просто взял и посмотрел передачи новостные на ведущих каналах. Первые, Россия, НТВ. Передачи все начали с того, что минут 5-10 рассказывали о ужасных происшествиях, об изнасиловании детей, о ужасных событиях. Потом уже показали совещание в правительстве минут секунд 30 и там что-то еще и совещание у президента, еще что-то. Но основной упор на то, что у нас идет тотальный негатив в нашей жизни. Вот посмотрите, например, происходит в России негативное событие, которое в жизни происходит. Например, «Хромая лошадь». Сгорел клуб, погибло много людей, больше 100 человек. Два года все средства массовой информации основной России это раскручивали, педалировали, каждый день создавая вокруг этого информационный фон. То есть, как бы загоняя психологически людей в угол негативной подачи информации. Если мы посмотрим на ту же Европу, когда там происходит какое-то происшествие, вот где-то в это же время там сгорел, например, детский дом, ужасная трагедия в Прибалтике. Погибло несколько десятков детей. Ну, сопоставимое по трагичности событие. Два дня информационного вещания и все. То есть, информацию дали, но на костях танцевать в течение двух лет, естественно, не стали. Если мы смотрим азиатские страны, там вообще запрещено показ негатива на телевидении. В принципе. Ну, мы, естественно, не азиатская страна, а у нас своя культура, русский мир. Но, по крайней мере, хотя бы надо не хуже, чем у Европы было в этом плане. То есть, это элемент такой промывки мозгов, у которого есть своя экономика. То есть, это американцы создали экономику на базе рейтингов, когда средства массовой информации платят и получают деньги за гадости. Если канал говорит много гадости, он получает больше доход. Если мало гадости, он малый доход, маленькие зарплаты, мало премий и, в конце концов, он может разориться. Поэтому эта экономика заставляет, созданная американцами, поливать нас негативом. Плюс к этому есть пропаганда, которая официально заложена в бюджет-шедсе из Юных Штатов Америки. Причем, можно сослаться на ролик Кандализы Райс, когда она в Конгрессе где-то год назад называла, когда она эти деньги у депутатов американских просила, дополнительных, она эти деньги называла на войну в России. То есть, эти деньги, которые выделяет бюджет Соединенных Штатов, на пропаганду в России, называются деньгами официальными чиновниками США на войну. То есть, по сути, это карательная война, задача которой дестабилизировать ситуацию в России. То есть, совокупность всех этих факторов и многих еще других, которых я не сказал, как раз и показывает, что уровень российского суверенитета таков, что мы являемся страной-вассалом, эксплуатируемой, то есть страной-колонией. И главная причина наших проблем именно в этом, как и было всегда исторически. Потому что понятно, что главная причина, если мы посмотрим качество жизни человека, например, на оккупированной немцами территории Советского Союза, проистекает все его проблемы, по большому счету, от оккупанта, который из него и вытаскивает все соки, и его эксплуатирует, и создает ему правила, по которым он не может хорошо жить, и многое-многое другое. Добавьте к этому еще, кроме экспорта ученых, а в России, то есть Министерство образования поддерживает, производит, действительно, страна креативная, создается множество ученых, которым в России просто нет рабочих мест, потому что создать инновационный тип экономики нам запрещено просто оккупантам. Соответственно, ученого рабочих мест нет, он подготовлен вузом, подготовлен первичным научным образованием, ему единственный вариант поехать за границу. И так и происходит, у нас 90% ученых, которые создаются в России, они уезжают за границу, потому что России для них нет рабочих мест, а рабочих мест нет, потому что их запретил создавать оккупант. И, соответственно, вся американская экономика, особенно в науке, она стоит на колониальных стандартах управления, потому что 80% ученых Соединенных Штатов Америки это гастробайтеры, то есть приехавшие из других стран, в том числе из России. И если Соединенные Штаты перестанут строить колониальную систему мирового управления, а Россия только небольшая часть колониального управления, мы посчитали, что Соединенные Штаты потребляют половину мирового ВВП. Так вот, соответственно, эту половину они не производят, они собирают дань со многих стран. Вот Россия в этой системе дань весит где-то процентов 7-8. Остальное весит Китай, Украина, страны Бериг и многие-многие другие страны мира. То есть мы элемент колониальной исполненности. Так вот, по ученым, у российского наполнения учеными более высокая, потому что в России традиционно креативная страна, очень высокая подготовка людей, очень высокое их качество креативное, и поэтому российские ученые особенно там востребуются. Дети. Посмотрите, какой Госдепартамент закатил скандал, когда Россия отказалась продавать детей в Соединенные Штаты Америки. Понятно, что это не усыновление, это была продажа через фирмы, которые покупали детей, передавали в Америке усыновителям, которым не допускали к усыновлению американских детей, в силу каких-то ограничений, например, полицейского досье, наркотиков, еще чего-то. А в России ребенка можно было бы купить. Как только Россия прекратила продажу детей, это чудовищное явление из практики работорговли, какие истерики закатывает Государственный департамент США, американские власти, как же так одна из стран прекратила поставки детей. Напоминаю, что в Соединенные Штаты мы вывезли полмиллиона детей приблизительно. Статистика говорит о 100 тысячах с небольшим, но статистика сразу говорит, что она не все описывает, только часть. Мы вывезли около полумиллиона. Скажу, например, что гитлеровская Германия во времена оккупации СССР сумела вывезти 50 тысяч наших детей тоже для цели усыновления немецкими семьями. Это сравнение. В 10 раз больше американцы своими методами мягкой колониальной эксплуатации, в отличие от жестких военных, вывозят людей, материалов, ресурсов, ученых, детей и так далее. То есть уровень эксплуатации очень высок. Кроме того, если вы посмотрите и сравните задачи, которые ставили любые оккупанты, они ставили абсолютно одинаковые задачи. Например, на оккупированной территории СССР и вообще в СССР Гитлер официально в документах поставил задачу уменьшить население приблизительно в 5 раз на оккупированной территории СССР. Это было заложено в соответствующих планах ОСТ и так далее. Точно так, посмотрите, госсекретаря Соединенных Штатов Америки Маргарет Олбрейт, она официально говорила о пятикратном сокращении населения Российской Федерации. То есть цифры совпадают даже в мелочах. То есть фактически она взяла гитлеровский план и не стесняясь публично выразила стратегическую линию на сокращение населения на оккупированной территории. Если мы посмотрим, там были и более жесткие предложения. Например, союзник США Маргарет Тэтчер предлагала сократить население Советского Союза в 10 раз. В принципе, настрой на сокращение населения колонии традиционный, потому что такие же задачи Англия ставила и в Индии, когда Индия была колонией, и Гитлер ставил на оккупированных территориях. То есть технологически оккупанты всегда ставят такого рода задачи. И дальше эти задачи реализуются. Только если Гитлер для реализации задачи придумал газовые камеры и концлагеря, то современные методы более мягкие. Во-первых, это вывоз людей, ну как бы формально более мягкие. Это вывоз людей. То, что мы наблюдаем, массовый вывоз людей из бывшей территории СССР, официально поддержано. Например, в Германии, как союзника США, существует 24 программы официальных, можно посмотреть, по вывозу детей, по вывозу людей, граждан Советского Союза. Они оплачиваются немецким правительством. То есть это официальная политика немецких властей. Такая же политика Соединенных Штатов. Там десятки программ по вывозу. Ну вот чего стоит, например, последний приезд Цукерберга, который приехал и сказал, так, все компьютерщики эвакуируемся в Америку. Каждому выдают деньги, лишь бы срочно уехать из этой страны. И это официально поддержана Соединенным Штатом технология вывоза с оккупированных территорий. Но есть и более жесткие методы, абсолютно сопоставимые с гитлеровскими. Например, для чего американцы вторглись в Афганистан? Понятно, что Бен Ладен здесь ни при чем, его там даже и не было. Это задача направлена ровно на те же цели, на которых англичане или немцы, например, вторглись в Китай чуть больше ста лет назад. Они туда вторглись, напоминаю, для того, чтобы заставить китайских граждан употреблять наркотики и сокращать их население. Это была официальная позиция вторжения тогда союзников на китайскую территорию, когда китайские власти отказались и запретили гражданам массово употреблять наркотики, которыми навязывали англичане. Вот точно такая же история. Для чего Афганистан? Для того, чтобы производство наркотиков там возросло, по оценкам, от 60 до 100 раз. И когда мы предлагали нашей власти выжить эти наркотики, американцы официально говорили, вы что, нет, ни в коем случае, это же рабочие места для афганцев. Что это означает? В России только от этого фактора контроля Соединенными Штатами и Афганистана для цели производства наркотиков умирает в год порядка 30 тысяч. В основном молодых мужчин и женщин, подростков, которые употребляют наркотики. Потому что вот этот вал наркоты, который идет, организован в Соединенными Штатами, он, естественно, разрушает и просто убивает людей. 30 тысяч в год, это я говорю об официальных цифрах, о которых говорят наши исполнительные власти. А вокруг этих 30 тысяч умерших существует сотни тысяч попавших в зависимость, ставших больными и умерших от других болезней, но на самом деле от таких же наркотиков. То есть это прямая технология уничтожения, сопоставимая с концлагерями и газовыми камерами. И она направлена против оккупированной территории Российской Федерации и других территорий Советского Союза. Причем это занимают офицеры. Для этого и вторглись, для этого и войска туда ввели. Теперь, вот иногда говорят, то, о чем мы говорим, это некая такая патриотическая вещь. Это реалистическая вещь. То есть мы говорим о абсолютно стандартных взаимоотношениях между государствами и нациями. Суть которых это мировая конкурентная борьба. Об этом говорил и президент в Краснодаре подробно. То есть тысячи лет весь мир, государство, нации конкурируют между собой. И Россия, конечно, была очень серьезным конкурентом для других наций. Но то, что в России в 2017 году жил каждый седьмой житель планеты, уже говорит о том, что это была величайшая культура, конкурентная во всех отношениях. Но имеющих слабые места, мы о них сейчас скажем. И если бы это сохранилось, вот эта конкурентная позиция Российской Федерации, то есть если бы она не проиграла в 2017 году в результате аналогичных событий, которые имели место и в 1991, то есть слабость определенной вертикали власти, возможность конкурента, врага, в данном случае англичан, в 2017 году повлиять на верхнюю систему управления. Так убить царя, например, как это тоже иногда делалось, то мы бы сейчас имели в Российской Федерации население больше миллиарда граждан. Вы просто сравните. Каждый седьмой, если бы жил сейчас в России, это больше миллиарда. То есть почему произошло вот этот сбой? Почему мы частично потеряли проживание? Потому что в исторической конкурентной борьбе, которой сотни лет, ну с теми же Английской и Британской империи Россия воевала и конкурировала лет 400. Противник нас хорошо расшифровал, узнал наши слабые и сильные стороны. Сильная сторона это, конечно, героизм и сплоченность русского, российского народа и народов, потому что русский народ есть совокупность множества этносов, как единое пространство культурное. А с другой стороны, слабые стороны. Слабые стороны, это, конечно, вертикаль власти. Именно поэтому англичане очень часто стояли за загородами против русских царей. Ну, например, Павел. Россия участвовала в континентальной благаде Англии, фактически в войне с Англией, на стороне Наполеона. И для того, чтобы победить Россию, англичане военным путем не могли бы, конечно, ничего сделать. Против русской армии английская армия никак не могла потянуть то, что называется. Поэтому был использован заговор, убили Павла. В результате русские дивизии, которые уже шли к Индии, казачьей части, они были развернулись и вернулись в Россию. И в дальнейшем Россия вступила в войну с Наполеоном, уже с новым императором. Это опыт удавшейся изменения стратегии государства путем убийства первых лиц этого государства, которые английские спецслужбы и английская дипломатия использовала всегда. Второй их удачный опыт, это, конечно, 1917 год, когда был заговор генералов, когда выбили крупнейшего тогда формального союзника. Российская империя была формальным союзником англичан. Но конкуренцию никто не отменял. Если бы по результатам Первой мировой войны Россия получила то, что она заслужила своей борьбой в составе мировой коалиции, то уже был бы и Константинополь российский, и другой бы статус российского государства. Я думаю, тогда бы жило не миллиард, как могло бы жить, если бы было то, что было до 2013 года, а, наверное, жило бы уже миллиарда полтора-два. И вообще это была бы другая наша страна. Мы выжили принципиально другой по силе, по возможности, по масштабам стране. И англичанам удался этот заговор. Они сбросили царя, ввели так называемое временное правительство Керенского. Заговор был совместный и с американцами, которые где-то стояли на заднем плане. И дальше в заговоре участвовали уже и немцы, которые рассматривали эту как технологию выведения из войны своего успешного противника Российской империи во время Первой мировой войны. Отсюда уже и пломбированный вагон, и появление немецких денег, парвус и все остальное. И результатом этого 2017 года было самое главное. Был сброшен так называемый исторический опыт российского управления. И сделано это было по требованию англичан. Именно тогда Ленин провел так называемую линию на федеративное устройство, которое России никогда не существовало, и которое изменило ее первый раз, ее систему управления. Эта система управления оказалась изменена, она перестала быть исторической, которую отрабатывали наши предки тысячелетиями. И это тут же сказалось негативно на конкурентных преимуществах России. Сталин, во времена Сталина где-то в 1953 году планировалось восстановить дореволюционное устройство федеративное Российской Федерации. Это планировалось сделать на съезде. Съезд, ну там Сталин то ли убили, то ли умер. И в результате это сделано не было. Дальше уже в 1991 году англичане, наверное, уж в пятый раз использовали технологию. Только теперь они не стали убивать, как это они делали до царя, они провели своего агента Горбачева. Это технология политической борьбы. Тогда провели, естественно, Соединенные Штаты Америки, их союзники, используя английский опыт. Англия, напоминаю, союзник Соединенных Штатов Америки и фактически тоже встроена полностью в американский мир. Что было сделано? Англичане запустили большое количество своих агентов. Так, кстати, делал и Советский Союз. И не секрет, что много президентов разных государств и стран, это фактически агенты влияния Советского Союза в тот период времени. Через рабочие движения, через интернационал, когда вот это осуществлялось. То же самое делали наши враги Соединенные Штаты Америки в войне 1945-1991 годов. Они сформировали систему агентуры, в которую входило достаточно большое количество людей. Агентура была сформирована на базе информации, полученной от гестапо, от агентурных или компрометирующих материалов в отношении граждан Советского Союза на оккупированной территории. Есть информация, что это был компрометирующий материал в отношении родственников Горбачева, в силу которых он с юности оказался в системе агентурного влияния Соединенных Штатов Америки, как и многие люди на территории Советского Союза. Дальше они использовали систему чисток. Вот посмотрите, допустим, психологию истории с Романовым, который якобы разбил посуду, который взял из Эрмитажа на свадьбу своей дочери. Во-первых, этого ничего и не было, это полное вранье. Но сама история очень напоминает историю с Тросканом, ее технологии. Это не советская история. Потому что в советскую историю обвинили бы в каком-нибудь неправильном идеологическом подходе, в троцкизме, еще в чем-нибудь, а тут посуда из Эрмитажа и вранье к тому же. То есть это явно не российская система. То есть это чистили конкурентов для Горбачева. Та же самая история с Гришиным, секретарем московским, который тоже был конкурентом Горбачева и которого тоже отстранили через вот эту историю с Елисеевским магазином и коррупционным скандалом, тоже не характерно для Советского Союза. То есть мозги, которые разработали эти технологии, они были не советского типа. Эти мозги были американские. И напоминаю, что та же Кандализа Ларис возглавляла, например, институт официально ранее в советские времена по изучению Советского Союза, так называемый институт криминолога. То есть изучала, как система власти работает, кто с кем взаимодействует. Но понятно, на войне же воюют не только танками и пушками, на войне воюют мозгами. И в этом плане американские мозги и специалисты оказались лучше, это надо признать, и сумели организовать этот Горбачевский заговор. Дальше Горбачев в течение шести лет занимался тем, что, во-первых, окружил себя дополнительными агентами влияния, кроме себя самого, и сознательно разрушал российское, советское государственное строительство. Мы просто знаем, что в республиках проводили сознательно провокационную политику, этот Огаревский процесс, который неизвестно зачем исполнил, никто его не просил. Эти республиканские движения к суверенитету, которые были подавлены одним из щелчков, это эти соглашения, беловежские соглашения, которые являются липовые, потому что любой юрист понимает, что там никакой значимости юридически эти соглашения не носят. Там туда мог бы зайти участковый, просто местный, белорусский, и просто это все прекратить, и всех разогнать, если надо, посадить в обезьянник. Чего, собственно говоря, подписанты и боялись. Но Горбачев знал об этом, их прикрывал в этих действиях, то есть по заданию Соединенных Штатов Америки сознательно формировал эту систему провокации и разрушения Советского Союза. Например, или такой эпизод, когда в Риге появилось где-то около десятка сторонников суверенитета, которые были организованы в Соединенных Штатах Америки, и этот десяток человек начал в Риге мутить воду. Рижский ОМОН, не сомневаясь, тут же посадил их в КПЗ. Возник жуткий скандал в Москве, министр внутренних дел был вызван на ковер Горбачева, Горбачев приказал немедленно выпустить, и их выпустили, и они на коне, при подавленном механизмах защиты суверенитета Советского Союза, уже дальше двинулись и подписали бумаги, организовали предложение о выходе Прибалтики из Советского Союза, который Горбачев тут же с радостью поддержал в нарушении Советской Конституции. Причем первоначально съезд народных депутатов отверг эту инициативу, то есть отменил ее, а потом Горбачев фактически выгнал Прибалтику. Я в то время лично был, например, в парламенте, в котором был Ланбергерс в Вильнюсе, и я видел этот спектакль, вот я сам лично, когда вокруг парламента стояли бетонные блоки, и якобы делал вид, что парламент в какой-то осаде. Никакой осады не было, за блоками гуляли граждане с детьми, просто прогуливались, все было отлично. Но вот для информационного вещания как бы изложили, что вот парламент находится в какой-то осаде, видите, вокруг него стоят блоки, значит, он вроде как в осаде. То, что никто не осаждал, но это как бы не важно. То есть это чисто спектакли, которые разыгрывались с помощью Горбачева и Соединенных Штатов Америки вокруг ликвидации Советского Союза, который является в чистом виде военным политическим поражением через систему агентуры влияния. Я скажу, например, что когда в 2000-х годах Путин ликвидировал порядка 2000-3000 конституций и актов, законов, субъектов Российской Федерации, противоречившихся Российской Конституции, это было сделано спокойно за пару лет. И никто даже тут и не пикнул. Я напоминаю, что в 2000-х годах, например, Татарстан вообще налогов не платил в российский бюджет. И все это разрулили и отменили за пару лет. То есть Горбачеву решить проблему сохранения суверенитета Советского Союза вот не было бы никакой проблемы. Он сознательно занимался. Его указы, полностью противоречившие Конституции, являющиеся фактом предательства. Например, указ о ликвидации Советского Союза, в котором он почему-то сослался на политическую какую-то реальность. Что это за юридический документ, который ссылается не на Конституцию, не на законы, а какую-то реальность, которая вообще непонятно какую. Его решение о передаче ядерного чемоданчика, его решение о разрушении институтов Советского Союза. Это все решение в чистом виде даже не предателя, а просто агент иностранного государства, в интересах иностранного государства осуществляло определенные действия. Не случайно Горбачев является лауреатом нескольких высших наград Соединенных Штатов Америки. В статусах наград это записано. За защиту национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Горбачев получил официальные награды высшие Соединенные Штаты Америки в начале 90-х годов и в 99-м году. Например, медаль свободы. Это медаль, который вручает президент Соединенных Штатов Америки. Это медаль президента. То есть соответствует нашему статусу президентских наград. То есть высших наград Российской Федерации или Советского Союза. И в официальных статусах наград так и написано. За защиту национальных интересов Соединенных Штатов Америки. То есть он, естественно, принял эти награды, например, в 99-м году. И представьте, что бы мы делали, например, с нашим разведчиком Штирлицем после окончания Великой Отечественной войны. Мы, естественно, бы его награждали, дали бы героя Советского Союза. Он бы встречался с людьми, рассказывал, как он совершил свой подвиг. Точно так сделали и американцы со своим агентом Горбачевым. Они его наградили высшими наградами Соединенных Штатов. Кроме государственных наград он получил около 30 разных дополнительных высших статусных наград и премий разных мировых. И это обычная процедура чествования своего героя-разведчика, который реализовал свою задачу на территории врага, проникнув в территорию врага Советский Союз и реализовав эти задачи. И тут очень важно на что обратить внимание. В соответствии с законами, а надо сказать, что я уже об этом сказал в начале, что поскольку Россия является оккупированной территорией, то в соответствии с законами, на оккупированной территории законы, особенно в первое время, пишут оккупанты. Так вот, по законодательству Горбачев не подлежит ответственности. То есть так написано в законодательстве. Мало того, события 1991 года, например, Владимир Владимирович Путин назвал крупнейшей геополитической катастрофой. Ну действительно, в результате этой катастрофы изменилась жизнь, ухудшилась жизнь сотен миллионов людей. И трагически оборвалась жизнь в силу этой катастрофы, как следствие, миллионов людей в разных конфликтах, процессах и так далее. Там один чеченский процесс чего стоит. То есть это катастрофа, приведшая к гигантским человеческим жертвам, измеряемым миллионами людей. И посмотрите, ни одного следственного действия. У нас, если человек мешок картошки украдет, возбуждается следствие, допрашиваются свидетели, снимаются показания и определяется, виновен он или не виновен. Произошла крупнейшая геополитическая катастрофа, никаких следственных действий, никакого исследования фактов правоохранительной системы, никакого допроса свидетелей, никакого изучения документов, ничего. То есть на оккупированной территории победители Соединенных Штатов Америки запретили поднимать вопрос 1991 года. Мало того, пропаганда работает так, что она искажает информационное пространство. Ну, например, я уже упомянул, Беловежские соглашения, которые вообще ничего не значат, раскручиваются как фактор ликвидации Советского Союза. А решения высших органов власти, съезда, в котором была специальная группа проамериканская, межрегиональная, Горбачева, указы о ликвидации, они вообще не упоминаются. Вот я вот смотрю фильмы официальные этого периода, там вообще не упоминаются многочисленные документы о ликвидации Советского Союза, подготовленные, подписанные, организованные Горбачевым. И его окружением, там же он собрал целую команду вокруг себя агентов, влияния там, тот же Яковлев, многие другие. Ни одного. То есть идет сознательное искажение фактов 1991 года. Почему мы и говорим, что восстановление суверенитета начинается с правды? Потому что граждане России не знают и Украины, и остальных, как ликвидировался Советский Союз. Чтобы мы это узнали, надо возбудить уголовное дело по катастрофе, поднять материалы этого уголовного дела, и в рамках исследования этих событий, ответить, кто чего я сделал, и где что произошло, и кто в этом виноват, раз произошла катастрофа. Кто за это отвечает, кто нарушил какие законы. Этого сделано не было, а с этого надо начинать. Дальше. 1991 год и 90-е годы. Создание российского, украинского и других государств. Я вот сейчас говорю о вещах, которые абсолютно находятся под цензурой Российской Федерации. Хотя свидетельств этому, вот то, о чем я сейчас говорю, сотни тысяч людей, то есть это не является никакой хитрой какой-то информацией. Все российское государство создавалось американскими советниками. Правительство Гайдара являлось правительством просто прикрытия. То есть правительство Гайдара осуществляло функцию визирования документов, которые готовили американские советники в соседних кабинетах. Просто они не хотели сами подписывать эти бумаги. Поэтому они взяли на работу Гайдара, его правительство, чтобы те брали бумаги, переводили с английского языка на русский и визировали в качестве своих документов. Вот о том, что работали советники, очень много свидетельств. Наши зрители, например, могут выйти и посмотреть на то, как работало, допустим, воспоминания министра имуществ Полежаева. Вы можете посмотреть, есть его ролики в интернете. В 1995 году он, будучи губернатором Амурской области, был назначен министром имуществ, вице-премьером российского правительства. Ельцин назначил. И он пришел в министерство. В министерстве сидели везде американские советники, которые раздавали имущество Советского Союза, не просто министерство, управляющее. Оно осуществляло раздачу имущества. То есть все имущество СССР, Россия, которая его получила, раздавались определенным людям, которых позже назвали олигархами. По какому-то определенному списку подготовленными американскими советниками, как мы сейчас видим. То есть это не просто приватизация первая, это в юридическом терминологии называется репарация. То есть на оккупированной территории все имущество передается победителю, то, которое его интересует. Половина имущества СССР была через механизм репараций, оно же приватизацией, передано подставным лицам, которые перевели это имущество в иностранную юрисдикцию. То есть все 100% объектов приватизации имущества в Российской Федерации в 90-х годах ушли в иностранную юрисдикцию и до сих пор там находятся. То есть с точки зрения формальной, это не приватизация, это вывоз имущества или прав на имущество, если точнее, на оккупированной территории. Осуществляли это прямые специалисты американские, которые работали в том числе в этом министерстве. И вот он рассказывает, министр, 95-го года, он пришел в министерство, его пустили только в его кабинет. Ему приносили бумаги, сказали, подписывай вот здесь и здесь. Он сказал, я не хочу подписываться, я хочу разобраться, с какой стати вы мне тут приносите американские бумаги. И тогда его замы начали подписывать бумаги без него, в нарушение всех регламентов, а его просто не пускали в министерство физически. Потому что охрана министерства была тоже американская. И в министерстве сидели американские советники. Я просто его цитирую, но вы все можете посмотреть его ролики, он об этом сам открыто говорит. Он в течение месяца пытался сменить охрану, сменил на милицейскую. Тогда он смог попасть в министерство, там еще американские советники заперли в своих помещениях. И там несколько ночи или сколько-то сжигли бумаги. Ну то есть тоже он еще внутри с ними боролся, после того, как в министерство попал. Но в результате этого все это закончилось тем, что Соединенные Штаты прислали официальное письмо Ельцину, в котором написали, с какой стати ваш министр мешает нам управлять Российской Федерацией, просим его уволить. И Ельцин его уволил через два месяца после назначения. И уже новый министр ни с кем спорить не стал, спокойно получал свою пайку, ездил на машине с мигалкой и удовлетворялся жизнью, не пытаясь что-то изменить. И это касается всех министерств Российской Федерации. То есть вся российское государство и украинское и остальные создавались не просто американскими, а для цели эксплуатации российской территории Соединенными Штатами Америки. Как колония эксплуатируется метрополией. Это касается всех систем и направлений нашей работы. Поэтому можно посмотреть, кстати, не только он, эти же воспоминания есть и у министра Миронова и многих других. Хазбулатов об этом же, кстати, пишет. Естественно, на оккупированной территории, как всегда, происходили попытки сбросить иностранное управление, иностранные иго. Россия не исключение. Если мы прочитаем учебники истории, которые описывают наш период 20-летней давности, 25 лет, то мы потом увидим, что на оккупированной территории были постоянные бунты. Первый из этих бунтов, это, конечно, 1993 год и расстрел парламента. Понятно, что американцы организовали конфликт элит, такой вот уже своих элит, с целью ослабления возможного восстановления суверенитета Российской Федерации. Но внутри, среди защитников Белого дома, были и сознательные защитники суверенитета России, которые пытались сбросить американское иго, сбросить американское управление, тогда еще в 1993 году, в том числе, вот просто путем бунта, путем восстания. Это было подавлено, и весь мир был свидетелем, как подавлялось первое восстание расстрелами из танков Белого дома, просто парламента Российской Федерации. И я еще раз говорю, вот в то время я был депутатом Ленинградского областного совета, и мы выступали в защиту Российского парламента, у нас даже в облсовете было организовано 43 областных совета Российской Федерации, которые пытались бороться с Ельцином. Но, тем не менее, я еще раз говорю, там были в Белом доме разные люди, но значительную часть из них составляли бунтовщики против американского управления. И американцы из танков, в которых даже неизвестно, какие были экипажи, это тоже никто не исследовал, расстреляли Белый дом и подавили вот это первое восстание. И напоминаю, что Ельцин при этом ожидал американский самолет, если что-то пойдет не так, его тут же могли бы вывезти, он улетел бы и уехал. Второе восстание, вот смотри, 93-й год, второе восстание против, я не говорю о периферийных, например, ситуацию в Приднестровье, которое было тоже восстание, и которое пытались подавить на бывших территориях Советского Союза. И таких было очень много. Второе восстание из крупных, это восстание Коржакова. Когда Коржаков по договоренности с Ельцином, надо сказать, что Ельцин испытывал определенные психологические проблемы от того, что он является американской марионеткой. И о том, что российская власть подчиняется, является колониальным элементом американской системы управления. И он как бы спровоцировал восстание Коржакова, дал ему карт-бланш на это восстание. Это восстание было подавлено, тысячи офицеров были уволены, то есть казни не было восставших, но Ельцин этого не допустил. Но тысячи офицеров были уволены, потому что Ельцин увидел, что Коржаков не побеждает, и он тут же от него открестился и его уволил. Дальше в результате этого проигранного восстания система управления изменилась. То есть, если первые годы, 90-е годы, американцы управляли оккупированной территорией напрямую, ну, подобно тому, как наши комендатуры управляли напрямую, например, ГДР, первые годы, когда Жуков был комендантом, то потом было сформировано уже национальная, но она тоже американская система управления, но не такая прямая. То есть, американских советников в министерствах, где, допустим, Козырев писал синхронизировать на бумагах американских, заменили уже так называемые квоты олигархов. Что это означает? С 1996 года было сформировано механизм олигархического управления, который был зафиксирован. Вообще, все, о чем я говорю, в принципе, зафиксировано в акте оккупитуляции, потому что мы сам акт еще не открыли, мы его не нашли. Но по многим параметрам видно, что это акт был подписан, подписан Горбачевым, и в нем записаны механизмы устройства оккупированных территорий Советского Союза. И дальше он был развернут в международных договорах и соглашениях, и в конституциях вот этих 15 территорий бывшего Советского Союза. Так вот, была система олигархического управления. В чем эта система? Существовала так называемая семибанкирщина, куда входило это политбюро Российской Федерации, куда входили иностранные олигархи с российским гражданством. То есть, их имущество за рубежом, они полностью находятся в зарубежной юрисдикции, они являются агентами Соединенных Штатов Америки, управляемыми и контролируемыми. Им доверили управлять территорией Российской Федерации. Для этого им передали в управление весь государственный аппарат. Что всех серьезные должности, министры, замминистров, директора крупных компаний государственных, они все по квотам подчинялись олигархам. То есть, каждый олигарх отвечал за свое направление, за свою квоту. Я, например, работал в конце 90-х в Минатаме, за Минатам отвечал Абрамович. Соответственно, он осуществлял кадровый контроль, кадровое назначение. Это было во всех министерствах. Напоминаю, олигархи это Абрамович, Смоленский, Ходорковский и так далее. Но список все могут найти. Вот система управления была такова, что чиновники отчитывались своему олигарху или его назначенным лицам обо всем, что они делают. Фактически, вся система российского государства работала через олигархов на американцев, но при этом, естественно, коррупционно и на самих олигархов тоже. То есть, где-то половину дохода они брали себе, вторую половину они усилия направляли на решение задач Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому уровень жизни тогда у России был просто чудовищно низкий, потому что фактически было тотальное разграбление страны, которое бывает после вторжения иностранных войск. То есть, позже войска уходят, а вначале, на первом этапе вторжения, они вообще все чистят. Вот как Гитлер, который даже чернозем вывозил с Воронежской области. Вот это касалось и системы управления уже второй половины 90-х годов. Олигархическая система управления. Дальше надо говорить о том, что еще, можно сказать, восстание определенным образом это вот эта самая загогулина с появлением Владимира Владимировича Путина, когда я просто немножко знал и Ельцина. Он испытывал, конечно, определенные муки личные. От этого у него болезни были в сердце и многие другие. Что он является вот этой марионеткой и что он является первым и последним президентом Российской Федерации. При нем были по его поручению подписаны соглашения о ликвидации России, так называемые Хасавюрские соглашения, которые было прописано, что трехлетний срок Россия должна быть ликвидирована как вообще государство. То есть американцы решили, что Россия с ее историей несет слишком большие риски. Может восстать как колония, лучше ее расчленить, как они это сделали, например, с Индией, отделив Пакистан и так далее. Расчленить, и тогда будет легче управлять оккупированной территорией. Поэтому они дали команду и были подписаны эти соглашения о ликвидации России в трехлетний срок. Ельцин не хотел быть последним президентом России, на мой взгляд. И поэтому то, что называется, терять ему было нечего. И поэтому он устроил вот эту загогулину в рождественские праздники, когда в Соединенных Штатах праздновали, и контроль за оккупированной территорией ослаб. Кроме того, американцы вообще-то и не особенно беспокоились, потому что они понимали, что они полностью контролируют всю территорию. И то, что там какой-то из руководителей окажется не под их контролем, систему не меняло. Потому что контроль осуществлялся через системное управление, через тоже олигархическое управление. Как можно управлять страной, если все министры подчиняются не тебе, а олигарху? Американцы это знали, поэтому к этой загогулине Ельцина они отнеслись неодобрительно, но не жестко. Потому что не считали, что это что-то изменит. Но ошиблись, откровенно говоря. Дальше пошел процесс нарастания уже, собственно, первая попытка национально-освободительного движения. Я вспоминаю, что Путин, как только пришел к власти, он еще даже не президент, он исполняющий обязанности. И уже в Госдуму был внесен вопрос о закон, по которому Центральный банк должен был прекратить работать в системе Дании в Соединенных Штатах Америки, как следствие. То есть это было внесено в 99-м году, в декабре, а выборы только в 2000-е были президентом. Он только исполняет обязанности, он только еще председатель правительства или даже исполняющий обязанности. И он уже начал с этого, свои первые шаги. Как раз с того, о чем я говорил в начале. То есть система выплаты Дании через Центральный банк, она достаточно очевидна. Кроме того, он тогда же начал разрушать олигархическую систему. Мы это говорим, первое восстание Путина, уже серьезное восстание, где-то 2002-2003 годы, когда был уволен Касьянов, Волошин, Геращенко, глава Центрального банка, когда Ходорковский попал под судебное преследование, когда уехали многие олигархи из семьи банкирщины, там тот же Гусинский, например, за рубеж. То есть произошла настоящая чистка высших звена управления от американских агентов прямого управления, а самое главное, от их системы управления. И Путину удалось разрушить олигархическую систему управления, созданную в 1996 году американцами. Ему не удалось отбить систему колониального управления, то есть через систему, но олигархическую систему управления ему удалось разрушить. С Центральным банком тогда не получилось, была битва трехлетняя, была просто феерическая битва, было решение вето Совета Федерации, какие-то внутренние борьбы. Но Центральный банк, американцы вцепились, не позволили. Но было отменено соглашение о разделе продукции. Та же Олбред, напоминаю, она среди других официальных идей, их можно найти, говорила о том, что российские природные ресурсы не должны России принадлежать. И естественно указания, указания госсекретаря для России, поскольку госсекретарь Соединенных Штатов отвечает за управление оккупированными территориями по всему миру, является для России обязательными, в том числе для российских властей, как системы. И в соответствии с ее указаниями, тут же была, по-моему, партия Яблоко внесла закон, по которому российские недра были из российской юрисдикции выведены и напрямую подчинялись иностранным государствам. То есть, вот то знаменитые богатства России, нефть, газ, металлы, они по закону официально не являлись российскими. Вот такая российская Госдума и Ельцин приняли такой закон. Назывался закон соглашения о разделе продукции. Конкретно лучшие объекты, 264 объекта, были, не принадлежали по этому закону России, а напрямую управлялись английскими компаниями, американскими, французскими и так далее. Вот Путину удалось отменить это решение, что резко изменило параметры российского бюджета и более-менее решило проблему социального жизни людей. Потому что 90-е годы, напоминаю, люди некоторые вообще зарплату не получали годами на многих предприятиях. Как жили, вообще не понимаю. И это удалось решить, и более-менее уровень жизни подтянулся до такого, который позволяет людям как-то жить, существовать, воспитывать детей, хотя не богатые, естественно, но более-менее. Эта проблема была тоже Путином решена за счет сокращения выплаты дании и изъятия наиболее одиозных колониальных решений, типа запрет на наличие национально-природных ресурсов. Вот это первое восстание. Тогда же были отменены Савюрские соглашения. Напоминаю, к сожалению, в результате военных действий. Но борьба за суверенитет это в какой-то мере всегда война. Потому что оккупант, потому что митрополия никогда не разрешает колонии высвобиться, освободиться. Ну, пример, там тоже Индия и сипайские восстания, которые были подавлены англичанами. И всегда в колониях идут восстания, их подавляют. Поэтому Путину удалось сохранить территориальные национальности России, отменить скотроверские соглашения и тем самым просто остановить ликвидацию Российской Федерации. Частично восстановив суверенитет в некоторых отраслях. Но на сегодняшний день это позволяет России быть хоть страной несуверенной, но имеющей возможности восстановить свою свободу. И дальше то, что называется, как всегда, вопрос только за народом. Но для того, чтобы народ сумел поддержать лидера, сумел вырваться из системы внешнего управления, там, надо сказать, дальше американцы взяли реванш в 2007-2008 годах, когда они выбили Путина из президентов Российской Федерации. То есть это борьба, которая идет постоянно. И как в любой борьбе, в ней баланс и победа определяются расстановкой сил. Потому что на стороне американцев работают все российские элиты. Они их так создали, потому что это не российские элиты, это американско-ориентированные элиты на их союзников. На стороне американцев работают механизмы внутреннего разрушения, например, коррупция. Но вот только в Лондоне у нас коррупционеров живет больше 100 тысяч человек. И ясно, что они... Вот только что получил политическое убежище Бородин. Ясно же, что он организатор гигантской коррупции в Москве. Пожалуйста, он автоматически получает политическое убежище в Лондоне, потому что он разрушитель российского государства, как коррупционер. А значит, он автоматически поддерживается системой колониального внешнего управления. И так Россия устроена, что если любой чиновник является крупным коррупционером, то все, что ему надо, если на него начинают правоохранительные органы выходить, это вовремя сбежать в Англию или в Америку. Он там получает убежище и может свои миллиарды спокойно тратить. Правда, только он. Его уже дети не имеют права. А он, пожалуйста, может спокойно тратить свои миллиарды. Это типичная система колониального управления, в том числе и в сфере. То есть, кроме того, надо сказать, что вся система власти в России, она не российская. Почему-то на это не очень обращают внимание. Но что сделал Гитлер, когда вступил на оккупированную территорию СССР? Что он сделал? Он сказал, что теперь будет не представители советов народных депутатов, а бургомистры. Правильно? Старосты в деревнях и так далее. То же самое на оккупированной территории бывшего СССР. У нас какие-то муниципалитеты, какие-то мэры, сама должность президента не российская должность. То есть, ее баланс, ее система власти, она в России никогда такого названия не была. И это все есть элементы, когда на оккупированной территории были просто сформированы органы управления, такие, какие посчитал необходимо оккупант их сделать. Поэтому, еще раз говорю, Россия сегодня находится в исторически, в стандартной ситуации, к сожалению, после, как и любая страна, которая войну проиграет. И выход из стандартной ситуации всегда тоже стандартный. Это подъем национально-освободительного движения. Перерыв. Получается, как она работает, сегодняшняя система внешнего колониального управления Российской Федерации. Основные элементы этой системы стандарты для любой колонии. И не только для колонии, но, например, если кто-то хочет из наших зрителей разобраться в вопросе, посмотрите, как были отношения, например, Советского Союза с Польшей, или с ГДР, или с Венгрией. Итак, из чего складываются эти элементы? Информационное пространство и средства массовой информации. По Конституции Российской Федерации, написанной по команде Соединенных Штатов и принятой в 1993 году, в России запрещена национальная идеология. То есть, российская идеология не может быть поддержана государством. Вся идеология в стране может быть только поддержана иностранными государствами. Потому что Российская Конституция распространяется только на российское государство. На американское она, естественно, не распространяется. Но поскольку идеология без господдержки в принципе невозможна, потому что идеология — это институты, это массовое восприятие, то в России на сегодняшний день существует специальная оккупационная идеология, на которую выделяет деньги Конгресс Соединенных Штатов Америки в бюджете. На чем она стоит? Первое — обслуживание иностранного государства. То есть цель российского государства и вообще российского народа — улучшить жизнь народа американского за счет снижения своих возможностей и своего уровня жизни. В чем это проявляется? Нам предлагают идеологию золотого тельца, идеологию разврата, идеологию неспособности жителей России решать проблемы своего государства. То есть еще раз напоминаю, что вот как-то наши предки создали самую большую страну в мире, но теперь нам объясняют с экранов телевизора, что это какие-то другие люди, а вот те люди, которые живут на территории России, Украины и так далее, это туземцы, которые не могут ничего. Вот к ним должен приехать белый господин из Вашингтона, и он должен ими командовать, они должны слушаться, и тогда они будут вроде как нормально жить. Вот эта идеология заложена в Конституцию Российской Федерации, прикрывается ею, и работает через систему средств массовой информации. Что это значит? Это означает, что все средства массовой информации в России, и чем оно крупнее, тем в большей степени, то есть только небольшие и только часть интернета не подпадает по это правило, потому что из любого правила есть всегда исключение. То есть не все, это мягкая сила, управлять всем мягкой силой не можно, она в основном решает проблемы. Так вот, они являются элементом оккупационной машины. В чем механизм оккупационной машины, например, для первого канала российского, или российского канала, или НТВ? Поскольку правду говорить нельзя, то основной элемент работы это вранье. Вот я, когда шел на это интервью, я, например, еще раз, так иногда посмотрел некоторые информационные программы. Вот я смотрю, буквально вот вчера, новости, например, на РБК, но то же самое и на Первом канале. Отключаю, там диктор абсолютно уверенным тоном говорит, что вот в Россию не пустили какого-то там американца, потому что он вошел в какой-то список. И дальше диктор рассказывает, что вот в Америке принят такой список Магнитского, в котором там 50-60 человек, и которые участвовали что-то там в деле Магнитского, и вот этим людям нельзя въезжать в Америку. И вот мы приняли список, и теперь вот нельзя вот этому американцу въехать в Россию. То есть информационный повод. Но мы уже все-таки как-то взрослые люди, грамотные, уже всем известно, кто захотел знать, что нету такого списка Магнитского вообще. То есть это полное вранье. Есть Билл имени Магнитского о манипулировании гражданами Российской Федерации, в котором списка нет. А если список там предусмотрен, то он секретный и является технологией, десятилетней технологией управления российскими гражданами. Через механизм имущества даже, не столько визы, сколько имущества. Через механизм докладов американского госдепартамента, который в законе предусмотрен, что граждане России, которым американцы скажут, должны им докладывать, о своих намерениях. И тогда уже американцы в отношении них будут принимать решение, конфисковать у них имущество или не конфисковать. То есть прямой механизм управления. И вот вчера диктор вроде бы канала или передачи, которые как бы профессиональные, это все-таки РБК, профессиональный канал экономический, врет открыто, нагло. И это вранье мы слышим уже 3-4 месяца. Причем, почему я этот пример привел? Потому что это вранье проверить легко любому человеку, который нас сейчас смотрит за 5 минут. Потому что есть автоматические переводчики на Гугле. Можно взять просто официальный текст американского закона, билл имени Магнитского, найдите в поисковике, прочитать его, там никаких списков нет. Но нам до сих пор на Голуговом глазу, по вопросу, который легко проверяется, врут все средства массовой информации. Потому что я помню, при подведении итогов, например, канал Россия тоже рассказал про список годового итога. Вот был принят список. То есть идет тотальное вранье. Я не говорю уже о более вранье, таком сложнее проверяемом, то есть требующем уже определенную аналитику для проверки. Потому что в данном случае то, что говорят дикторы наших каналов, проверяется действительно за 5 минут любым человеком. То есть расчет не то, что на... А расчет просто на людей, которые овощного восприятия, то есть которые прочитали со стеклянными глазами, ну и ладно. То есть вообще расчет на то, что никто даже не подумает включить мозг при просмотре новостей. То есть это тотальная промывка мозгов, причем именно такая брутально тупая. Там более сложные вещи. Нам ведущие каналы рассказывают под разными предлогами, что вот собрался коррекционный совет, говорят оппозиции. Какая оппозиция? Оппозиция это те, которые занимают другую позицию по отношению к власти. Коррекционный совет это грантополучатели или пятые колонны. Но они так не говорят. Я говорю еще раз, не в интернете каких-то сайтах, я говорю об официальной позиции российских главных средств массовой информации, которые создают общий информационный фон. Или, например, еще более сложный вопрос, но чтобы я его говорю в расчете на людей, которые начинают обдумывать ситуацию. У меня вообще то, о чем я говорю, не рассчитано на то, что кого-то убедить. Это рассчитано на то, чтобы люди проснулись и начали сами изучать. Посмотрите, вот кто помнил советские времена. Проходит, например, съезд партии коммунистической. После этого съезда его материалы изучает каждый пионерский отряд, каждый воинский коллектив, политзанятия, политинформации. То есть в течение года это постоянный предмет изучения обществом. Почему? Потому что на съезде отражаются вопросы стратегического характера. То есть наиболее важные в жизни страны. В российской аналогии сегодня условной, это так называемое послание президента Федерального собрания, ежегодное. Президент на этом послании поднял вопрос, и послание больше часа посвятил вопросам суверенитета. И то, о чем я говорю, он там все изложил. И по национальным элитам, и по Центральному банку, и по шеризации экономики, и по воспитанию школах, и многое-многое другое. Так это послание запрещено к упоминанию в российских средствах информации. Вот его тогда один год, один раз показали, и все. Вы его в принципе найдете, только если хорошо поройте в сайтах. То есть система, а при этом обсуждающая всякую чушь, ток-шоу, какие-то политические дебаты с утра до вечера в огромных количествах. Понятно, да? То есть самые важные вещи, о них запрещено говорить. То есть Центура работает в отношении Путина. Я же не говорю про себя. То есть она работает в отношении всех вопросов, которые дают информацию о том, что Россия является колонией. И оккупационная пропаганда промывает нам мозги, с одной стороны, деградируя нас до состояния просто овощного, то есть воспитывая в нас туземцев, как колония положена, колония положена нас населять туземцами. А с другой стороны, она все это делает на базе тотального вранья. Вот я, когда включаю телевизор, я уже просто знаю, что любую новость в 80-90% случаях, скорее всего, это вранье. То есть просто придуманная или абсолютно извращенная оценка или информация о событии, плюс тотальная деградация населения на базе негативной подачи информации. То есть мы прямо четко говорим, вся система средств массовой информации является карательно-оккупационной машиной Соединенных Штатов Америки на территории Российской Федерации. Это относится ко всем каналам, ко всем главным средствам массовой информации, как к системе. Второй механизм оккупации — это система государственной власти. Механизм государственной власти таков, что российская система власти имеет главную задачу обслужить интересы оккупанта Соединенных Штатов Америки. Для этого она такая разбухшая, то есть у нас чиновников раз в 10 больше, чем это нужно для целей государственного управления. Это вытекает из технологии, потому что нормального человека, у которого семья, заставить работать против своей страны вообще сложно. То есть либо это должен быть такой железобетонный иностранный агент, но если этот человек родился в этой стране, в ней воспитывался, то подобрать как бы негодяев сложно. Когда Гитлер создавал оккупационную машину на оккупированной территории СССР, ему было непросто подобрать полицаев, систему госуправления. Поэтому американцы пошли по какому пути? Они создали огромную систему государственного управления в 10 раз больше, чем необходимо, для того, чтобы она себя закольцевала. То есть закольцевала пустой работой. То есть когда люди занимаются волокитой и бюрократизмом, они реально обслуживают интересы оккупанта. Но при этом они, естественно, не думают, чиновник, который занимается волокитой и бюрократизмом, что он это делает. Или чиновник, который занимается коррупцией и ворует, он не думает, что он является элементом американской системы управления со своим воровством, потому что так это организовано. Поэтому получился такой огромный, гигантский, грубый управленческий аппарат, направленный на обслуживание интересов оккупанта путем ухудшения качества жизни российского народа. Вот его основная система работы. Поэтому работа госаппарата направлена на ухудшение. Но есть и отдельные подразделения, которые прямо обслуживают интересы американцев. Обычно в эти подразделения американцы уже направляют своих агентов влияния. Вот к таким подразделениям, например, относятся Министерство образования. Как пример. Или Центральный банк. Или Министерство, связанное с миграционными потоками. И многие другие. То есть из всей системы управления им сил, агентов не так много в конце концов. Агенты это те, которые специально, сознательно подготовлены с американцами, прошли их подготовку, идеологически разделяют задачи, либо связанные, либо примекающие к задачам оккупации. Вот к ним относятся, например, Министр образования. Это министерство, которое традиционно занимается обеспечением поставок дань в Соединенные Штаты. Ученых, детей, специалистов, молодежи, которые, соответственно, и принимают системы и законы, направленные на обеспечение работы Соединенных Штатов. Именно поэтому из этого министерства входит единый госэкзамен для цели подготовки российского трудового рынка для использования союзниками США в Европе и самими Соединенными Штатами. Законы и ювенальные юстиции для цели увеличения изъятия детей из семей для цели экспорта в США, с одной стороны, на дань, а с другой стороны, для того, чтобы изменить код российских семей, тем самым ликвидировав генетический код вообще русского человека, российского культурного человека. Это второй элемент оккупации. То есть оккупация направлена на деградацию населения, и Министерство образования является важнейшим элементом этой работы. Ну, например, как пример, вот сейчас президент поставил задачу поменять учебники истории. На какие? Ну, просто чтобы они писали правду. Мы начинаем разбираться, как работает механизм, почему российские учебники истории врут. Вот с какой-то стати они стали врать? Вот советские не врали, а за 20 лет вдруг написано много учебников, и они все врут. Мы этот механизм изучили. Американцы сделали простую вещь. Они запретили выпускать российские учебники, кроме как профинансированные ими с помощью системы грантов. То есть вся система учебники истории в России, 600 штук зарегистрированы в Министерстве образования и ранее, они все были написаны на американские гранты под их заказ с целью вранья. Потому что учебники истории — это воспитание детей, и, соответственно, если туда закладывается вранье, то потом человек растет, и с этим массовым враньем он попадает уже во взрослую жизнь, и это как бы становится общепринятой нормой. Это очень важный элемент, поэтому американцы большое внимание уделяют этим учебникам истории. И президент в рамках национальной освоительной борьбы, Путин, он, естественно, начал в том числе с этих учебников, чтобы они хотя бы перестали просто откровенно врать. Технология вообще работы, надо ее понимать. Система управления Госдепартаментом оккупированной территории базируется на следующих вещах. Это посольство Соединенных Штатов, которое не просто посольство, то есть не орган взаимоотношений между государствами, это орган управления оккупированной территорией. Там соответствующие специалисты. Кроме того, с посольством работает система грантополучателей. В Москве это 20 тысяч политтехнологов, у которых содержание из американского бюджета порядка 80 миллионов долларов, плюс программные деньги. Программные деньги достигают 2-3 миллиардов долларов. Программные, например, под выборы, под какие-то крупные события, под специальные проекты. То есть 80 миллионов — это просто содержание. Их 20 тысяч приблизительно человек, профессионалов, которые отслеживают абсолютно все отрасли. Возьмем, например, такой важнейший институт, который России помогал всегда восстановить суверенитет, как церковь. Самый важнейший, крупнейший институт — всегда бывшие опоры суверенитета. Например, возьмите событие освобождения от внешней оккупации 1612 года. Невозможно было бы не именен с пожарским и освободительным процесс без поддержки церкви. Событие освобождения от татаро-монгольской оккупации, и иго. Невозможно без поддержки церкви на тот период времени. Это очевидные вещи. События Великой Отечественной войны и 12-го года, и Великой Отечественной войны. Вы помните, что как только возникла проблема с Родиной, сразу в сторону ушла коммунистическая, социалистическая идеология. Вперед вышла свобода Отечества, защита своих земель, своих предков, обращение к Александру Невскому, к великим предкам, тут же и восстановление церкви, изменение отношения к церкви, потому что на нее опирались в процессе освободительного движения. Это в полном объеме касается, и американцы это отлично знают, как англичане знали. Поэтому сегодня важнейшую часть ударов через эту политтехнологическую систему и через средства массовой информации американцы направляют на разрушение этого института как основы для восстановления суверенитета страны. Единственного крупного института, между прочим, потому что государство, подчеркиваю, созданное американцами. А этот институт в силу особого своего культурного и идеологического уровня подхода, особой кадровой политики, особой образовательной политики, достаточно закрытой, является носителем российского суверенитета. Мало того, если вы обратите внимание, среди многого вранья, которое даже трудно не то, что перечислить, а даже часть из него назвать, она тотальна, нам всячески внушается, что Россия и Советский Союз это разные государства и разные вообще народы и нации и так далее. Это одно и то же. СССР это историческая Россия и РСФСР это часть России. Вот об это теперь из многих из голов выбили. Так вот церковь сохраняет твердый подход о Святой Руси. Что такое Святая Русь? Это не только Россия, это система проживания русского мира и российского православного мира. И в этом плане она является единственным институтом, который официально даже в своей позиции говорит о большой России больше, чем Российская Федерация. И это особенно сильно злит американцев и оккупантов. Особенно поэтому мы наблюдаем вот эти заказные истории с Пусси, давление, попытки оторвать в церкви отдельные кадры, сделать из них, подтянуть под себя каких-то там людей. То есть использовать ту же тактику, которая была и во времена Горбачева, через механизмы агентов влияния. То есть мы понимаем, что сегодня технологически огромные деньги тратятся через политтехнологов на попытку оторвать от церкви каких-то людей, размыть, переформатировать цели, оказывать на него просто тотальное давление, просто дубовое давление в виде бомбардировок информационного пространства средствами массовой информации, которые все работают на американцев, и это подчеркиваю на оккупантов. То есть вот это элементы управления. Следующий элемент управления. Следующий элемент управления, это экономист стратегическое управление. Что это означает? Вообще любой оккупант, он все контролировать не может, у него для этого не хватает сил. Поэтому он исторически контролирует главные вещи. Главные вещи это идеология, идеология, соответственно, телевидение, средства массовой информации, информационная среда, учебники, истории, образовательный процесс, раз. Второе, он контролирует экономику, потому что в том случае, если экономика должна его обслуживать, платить дань, обеспечивать работу в метрополии. И третье, что он контролирует, это стратегия. Что такое стратегия? Стратегия это формирование правил. Ну, например, если мы посмотрим отношения Польши и Советского Союза, на польской территории все правила писал Советский Союз, соседнее государство. Называлось это правило социализма, и так далее. И все этим правилам подчинялись. Вот на территории Российской Федерации правила формируют Соединенные Штаты. Российская власть вообще не имеет прав, то есть суверенитета, менять правила функционирования ни российского государства, ни российского общества, ни само себя. То есть если российская власть национальная попытается что-то изменить, она не имеет права это сделать, потому что тут же против нее начинают выступать институты элит, которые мы обсудили, институты средств массовой информации, институты геополитического давления и многого-многого другого. И к ним недавно добавился еще один институт, это Билл и Магнитского, то есть институт прямого манипулирования элитами с целью заговора против национального восстания Путина. Но это отдельный элемент сегодняшней борьбы, мы его отдельно можем обсудить. Итак, стратегическое управление. Что означает стратегическое управление? Вот как мы с вами сейчас говорили, что если управляют средства массовой информации, то идет механизм прямого управления всеми СМИ, в том числе Первым каналом и так далее. Стратегическое управление это подготовка правил. Правило это подготовка законов и нормативных актов. Так вот, все нормативные акты и законы Российской Федерации, их создание и прохождение в основном контролируются Соединенными Штатами Америки и оккупационным их механизмом. Это подробно можно изучить, те, кто это интересуется, в Викиликсе, в виде докладов американского посла в Госдепартамент. Когда американский посол просто пишет тексты законов, которые должны принять Госдума и российская власть, и эти тексты потом в этом виде так и принимаются. Через технологию. Через технологию политических партий, политических элит и вообще элит страны, крупного бизнеса, потому что политические партии привязаны к крупному бизнесу, ему трудно идти против него. Через управляемые элементы правительства. То есть, поскольку американцы контролируют систему, среду, то они и контролируют начальные звенья подготовки законодательства. То есть, чем дальше законодательство, любой закон, прежде чем принимает Госдума, он где-то пишется, потом он обрабатывается, и потом уже принимается на принятие. Так вот, чем он глубже находится, тем он больше подвержен корректировкам и управлениям со стороны Соединенных Штатов. По мере его движения наверх, то есть, на уровне министерства, на уровне правительства, на уровне Госдумы и президента, американцы меньше на него могут оказать влияние. Но в основном он на 90% уже написан. То есть, он уже сформирован, привязан к подготовке к реальной системе жизни. То есть, это означает, что все базовые законодательства в России, как и в Польше во времена Советского Союза, принимаются Соединенными Штатами до сих пор. Это тоже элемент отсутствующего суверенитета страны. То есть, означает, мы живем по правилам, сознательно ухудшающим нашу жизнь в интересах заказчика. Заказчик, оккупант, заказчик митрополии Соединенных Штатов Америки. Это вот то, что касается законодательного аспекта. Последнее время, когда Путин начал поднимать свое восстание после выборов, после послания Федеральному Собранию, американцы резко усилили давление на Российскую Федерацию. Для этого они запустили новые механизмы манипулирования. Какие это механизмы? Билл имени Магнитского. В чем это заключается? Весь российский бизнес, крупный и средний, находится в иностранной юрисдикции. Ну, половина среднего и весь крупный. Соответственно, он весь подвержен манипулированию со стороны Соединенных Штатов через механизм собственности. То есть, что это означает? Это означает, что любого этого собственника, к нему могут подойти и сказать, делай то-то, то-то, или мы тебя конфискуем все, что ты нажил до сегодняшнего дня. Это не шутка, потому что это для него, для этого предпринимателя или бизнесмена. Потому что он не просто имеет какое-то имущество, например, в английской юрисдикции, а он обычно имеет и долги. Если у него конфисковывается имущество американцами, то он остановится должен, и при этом у него нет имущества, чтобы с долгами распродиться. Это прямой путь просто к личной трагедии, вплоть до самоубийства. Это понятно. То есть, это очень жесткий крючок. Плюс право похищать людей, вот как будто. Это отдельная история. То есть, американцы резко усилили манипулирование российскими элитами в последнее время для того, чтобы предотвратить восстание Путина. Национальное, освободительное, подчеркиваю, стандартное для любой колонии. Потому что любая колония хочет освободиться. Это означает, что сейчас будут массовые заговоры крупных предпринимателей против национальных властей. Заговоры не в силу того, что они так думают, а в силу того, что ими их заставляют, их манипулируют через систему собственности. И мы элементы этого процесса уже наблюдаем. Когда из Думы начался, откровенно говоря, довольно значительный исход депутатов, по три депутата дают депутатов. Почему? Потому что, посмотрим, например, на Ломакина. Богатый человек. Все его имущество на зарубежной юрисдикции. При этом он депутат Госдумы. Вот завтра или сегодня он принял решение, проголосовал за законы, направленные на укрепление суверенитета. То есть, не те, которые пишут американцы, а те, которые подготовлены уже национально-освободительным движением, Путином и национальным курсом. Ну, тот же Билл, например, закон Димы Яковлева. Вот за это голосование его включают или угрожают включить в Билла и Магнитского. И на этом основании компискует все его имущество. Естественно, у него возникает откровенное состояние такого нахождения между двух огней. Если он остается депутатом Госдумы, он по команде под давлением Путин начинает принимать законы и голосовать за законы из суверенного курса, и он лишается своего имущества. В этой ситуации у него вариант один. Уйти из Госдумы для того, чтобы не попасть в конфликт интересов. Но это не значит, что он уйдет из американского давления. Просто теперь от него будут требовать не голосование, а участие в заговоре против Путина. Голосование — это публичный открытый акт. А участие в заговоре — это уже закрытая конструкция. Соответственно, загонять весь российский бизнес будет в конструкцию антипутинского давления, заговора, восстания и антироссийского, по сути. И, конечно, сейчас надо предусмотреть институты, инструменты борьбы с этими процессами. В области средств массовой информации надо просто менять систему. Надо вводить саморегулирование, надо менять экономику средств массовой информации на национально ориентированную. Сейчас эта экономика направлена на деградацию российского общества. И такого рода проекты законы мы будем готовить. И по национальному бизнесу, и по средствам массовой информации, и по системе управления. Посмотрите, как идет сопротивление национального освободительного движения. Вот с такой историей, например, как с законом об имуществе чиновников за рубежом. Депутаты вносят закон о запрете чиновников имуществ за рубежом в акты о защите суверенитета, это профильные законы, закон о госслужбе, например. Вот я лично его вносил. Этот закон замалчивается и через месяц теми, кто его критикует, даже вносится другой закон, но уже в другой. Потому что Путин уже сказал, что этот закон надо принимать. Значит, что надо сделать? Если люди работают в системе национального соединения, они просто принимают закон и его разворачивают. Если люди хотят это движение, чтобы сдержать, это называется саботаж. Отказать Путину уже никто не может. Боятся. Все-таки российская традиция власти первого лица боятся. Значит, что делают? Начинают ложные ходы. Он сказал, вот чиновникам нельзя имущество за рубежом. Тогда говорят, отлично, мы вот сейчас унесли закон, правильный закон замолчим, а вот закон унесли, по которому чиновникам нельзя имущество за рубежом иметь, но в закон о борьбе с коррупцией. В чем хитрость? Во втором чтении история с суверенитетом уходит, потому что цель закона другая. Изменилась цель и полагание. Чистый заговор. Путин это заметил, внес закон уже сам, что, кстати, означает недоверие Госдуме, по большому счету, в правильный текст закона о запрете счетов и части имущества чиновников за рубежом. То есть вот как идет борьба с Путиным национальных курсов. Она идет на уровне интриг, подковерной борьбы и саботажа. И мы чем дальше, тем больше будем видеть, как этот саботаж разворачивается. То есть будет открыто не выполнять его решения. И закрыто, и секретно, и втихаря подменять цели и смыслы, втихаря менять тексты законов. То есть будет настоящая и борьба с Путином будет за кадром, будет стоять эти 20 тысяч грантополучателей, и американское посольство, и Госдеп, и заговоры крупных предпринимателей. Вот как будет видеть процесс. Значит, в этом процессе Путину нужны союзники. Кто может быть его союзником? Ну, часть госаппарата, понятно, которая будет по ходу преобразовываться. И та же дума, с одной стороны, она будет его союзником, потому что боится, с другой стороны, будет интриговать против него, потому что ею манипулируют. Но есть открытый союзник, это народ. И никакое национальное освободительное движение без массовой поддержки миллионов людей невозможно. Потому что во все времена не командующие выигрывали битвы, и не политики решали проблему суверенитета. Битвы выигрывали миллионы людей, которые били за свободу своей Родины. Это в полном мере относится к сегодняшним событиям. Да, от людей требуется преобразовывать государственные институты. Например, в средствах массовой информации надо найти какое-то количество людей, которые любят Россию, которые думают, из числа журналистов и работников СМИ, и дать им законы, например, саморегулированные, с помощью которых они изменят систему работы СМИ. Ну и массовое восприятие, в бизнесе то же самое, но и массовое восприятие должно быть. То есть необходима именно уличная поддержка Путина. Я скажу, что когда Путину понадобилась такая поддержка, например, на Болотной, вышла это всего... То есть когда Путину понадобилась такая поддержка, например, на Поклонной горе, вышла всего 150 тысяч человек. Но ясно, что для национально-освободительного восстания, для восстановления суверенитета 150 тысяч, но это ничего. Это означает, что командующий вышел, а армии нет. Естественно, он отменил наступление или отменил движение вперед, потому что некому двигаться. Следовательно, пока люди не поймут, пока они не освободятся от оккупационной пропаганды, не встанут на путь правды, они не смогут защитить свою Родину, поддержать Путина в национально-освободительном движении, в национально-освободительной борьбе. А значит, эта борьба закончится свободой нашей Родины позже, потому что в конечном итоге все зависит от конкретных людей. И я думаю, что сегодняшняя наша передача направлена на то, чтобы люди начали думать, и чтобы они, как их деды, прадеды, может кто-то посмотрит семейный альбом, поняли, что свобода Родины не у кого-то в Кремле или в Белом доме. Она у каждого конкретного человека в его руках, в его голове, прежде всего в его мозгах, и в его активных действиях. Продолжение следует...